Доброе утро, дорогие братья и сёстры, Друзья, вот как-то в эти дни крещения, крещенские, рождественские празднества, я встретил давнюю знакомую верующую, которая давно уже работает в церкви. И было некоторое удивление, когда она сказала, что ищет новую работу. Я вспомнил провокантное место в нашем приходе, предложил ей, но знакомая отказалась. Оказывается, она приняла решение никогда больше не работать в церкви или церковной организации. Заявила, что с неё хватит. Есть серьёзная опасность потерять веру. Объяснила она своё решение. Мягко говоря, её слова меня опечалили, потому что подобные слова слышу не первый раз. Действительно, для многих людей труд в церкви или церковной организации становится огромным искушением. В ежедневных рабочих буднях человек показывает себя таким, каков он есть, со всеми духовными болезнями. Впрочем, к грехам своими чужим мы все привыкли. Но вот если страсти греховные соединяются с внешним благочестием и церковностью, на выходе получается страшный пример лицемерия и ханжества. Когда христианин причащается с тобой из одной чаши, а потом тебя предаёт, осуждает на стороне или публично, говорит гадости в твой адрес другим людям или измывается с пеной на губах на страницах интернета, это гораздо труднее вынести, чем простое предательство светского человека. Когда коллега соблюдает все внешние правила церковного благочестия, но при этом клевещет на тебя перед начальством, знаете, это может стать очень сильным ударом по твоей вере в Бога, церковь и людей. Открывать в красивой церковной форме глуной нинутро всегда ужасно. Если форма не имеет соответствующего содержания, человек может соблазниться и совсем отказаться от формы, а вместе с ней и от предполагаемого содержания. И вот однажды на эту тему мне пришлось заговорить с одним умным человеком, достаточно хорошо разбирающимся в церковной жизни. И он поделился весьма интересной мыслью. Не то чтобы новой, но, я бы сказал, весьма оригинально выраженной. Есть такое античное выражение «огонь, вода и медные трубы». Эта фраза нам хорошо известна по названию советского фильма «Сказки». Древнее изречение говорит о всех испытаниях, которые бывают в нашей жизни. Огонь и вода есть внешние трудности, а медные трубы – это духовно-нравственное испытание славой, всеобщим признанием, богатством, величием внешних форм. Так вот, мне думается, что наша церковная жизнь сегодня наиболее уязвима именно последним искушением. «Почему?» – спросите вы. «Огонь гонений и воду бедности мы уже переносили и вновь вытерпим, если потребуется. А вот проверка медными трубами в тысячу раз опасней и, как правило, приходит на смену огня и воды. Если бы я был дьяволом, рассуждал далее мой остроумный знакомый, я помог бы нашему православию победить на всех фронтах, чтобы все и вся вокруг сделались православными. Православное законодательство, православная армия, православные институты, школы, больницы, клубы, спортивные секции, депо имени святителя Николая Чудотворца, детский садик в честь преподобного Сергия Радонежского, театр имени святого Иоанна Кронштадтского, улицы наполнили билборды с цитатами из святых, в компьютерах начала бы работать православная система, ортодоксия, в среду и пятницу в школе детям давали бы только постную пищу, словом, все везде стало бы, знаете, вот таким вот православным, православным. И тогда-то незаметно для всех церковь начнет превращаться в мирское учреждение. К христианству будут относиться так, как в свое время к партийной идеологии. Спорить не поспорит, но и любить не полюбит. Будут тихонько ругать на кухне и рассказывать анекдоты о патриархе. Основная масса будет равнодушно повиноваться, и в один прекрасный момент окажется, что церкви уже не существует. Остались только формы, за которыми уже давно нет ничего святого. Христос ушел оттуда, и никто этого не заметил. Таковы оказались соображения моего собеседника. Конечно, я понимал, что это пока еще довольно фантастическая мысль. Достаточно отъехать от наших мегаполисов с их более-менее активной церковной жизнью и посетить глубинку. Как ясно станет, что пока ни о какой победе православие и речи быть не может. Наоборот, во многих местах хроническая нехватка храмов и священников, проповеди и церковного образования пока никаких медных труб не слышно. Но вопрос соотношения церковной формы и необходимого содержания поставлен. Поставлен, на мой взгляд, правильно. Почему? Потому что всегда легче формализовать духовное, чем одухотворить форму. И с недавнего времени, возглавляя отдел из церковных отделов, я заметил, что у множества церковных организаций и отделов у нас внешним образом все хорошо устроено. Но Христа там бывает очень мало или трудно встретить вообще, потому что Христа нет в нас. Поэтому ничего удивительного, когда во время святок перед входом в храм вместо традиционных колядок можно услышать дешевую попсу прямо с церковного крыльца. Но к чему такие потакания современным предпочтениям граждан могут привести? К тому, о чем говорил великий инквизитор Достоевского, обращаясь к Христу. «Мы построим мир без тебя. Мы дали людям все, накормили и избавили от свободы выбора. И они счастливы. У них рай на земле. Что еще нужно? Ты пришел мешать нам. Мы завтра сожжем тебя, как врага церкви». Да, действительно, церковная жизнь без жизни во Христе – это модель будущей церкви Антихриста. Когда будет все, но Бога в этом всем не будет. Форма же, утратившая содержание, никому не нужна, какой бы красивой она ни была. И сегодняшнее бегство весьма многих честных и благочестивых людей из церковных организаций на светскую работу для того, чтобы веру не потерять – это очень плохой знак. Ведь в церкви человек должен найти Христа, найти не только в таинствах, но и в образе возрожденных Христом людей. Если этого нет, то мы, служители храмов и называющие себя христианами, ни в чем не преуспели. Форма у нас не является содержанием. Это просто вывеска. Одна лишь внешность. И если эта внешность обманчива, значит, мы еще глубоко берские люди. Значит, мы не стали солью. А вы пробовали когда-нибудь есть без соли долгое время? Внешняя форма, построенная по всем правилам, с дорогим великолепием фасадов, однажды в истории нашего народа не так уж давно, всего столетия назад рухнула, похоронив миллионы людей. Православная империя не прошла испытания на медные трубы. Сейчас время повторяется, только имеет свою еще более жесткую специфику. Уж больно высоко искушение властью и возросшим потреблением. Дух времени вторгается всюду, а в Церковь особенно сильно и грубо. И знаете, это будет ужасно, если Бог отвернется и повторится то кровопролитное разрушительное время, результатом которого были революция, Глажданская война и две мировые войны. Разве это мы все хотим? Или того, что есть у нашей соседки? Но не нужно забывать еще одно, что Церковь это собрание христиан, живших и живущих. Это собрание тех, кого крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. А по статистике это почти 80% населения нашей республики. А значит, ответственность за то, что Христа нет в нашей жизни, несем все мы. И те, кто устраивает концерт на церковном крыльце, не задумываясь о содержании форм, и о тех, кто с остервенением пишет злобные комментарии, а часто специально вырывает из контекста фразы и ситуации и тем самым еще больше готовит почву для разрушения устоев. Есть правила критики, которых придерживаются все уважающие себя и свое государство люди. Критикуй конструктивно. Если у вас есть что сказать по делу, предложите, вас услышат, потому что церковь искренне признает свои недостатки и ищет пути их исправления. И важно учитывать еще один фактор, чтобы критиковать церковь. Нужно самому иметь опыт Бога общения. А то ведь получится, что филолог диктует математику, как исправить ошибку в сложном уравнении со множеством неизвестных переменных. Подумаем над всем этим. Подумаем над собой, над тем, что мы говорим и как мы поступаем в нашей жизни. над собой по ... что ты